знаете я раньше думал что серфинг это про океан но сегодня я окончательно убедился что это не так смотрите ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах сегодняшний выпуск будет посвящен новому месту мы здесь будем первый раз ну и возможно то есть вас тоже покажем этот пляж называется сочи фоня либо форния говорите как хотите вот вставочка вот он но перед тем как мы с вами попадем на этот пляж я предлагаю сначала прогуляться в этой части адлера посмотреть как здесь посмотреть какие здесь отели палатки что открыто что закрыто и вы для себя что-то там порешаете поэтому давайте начинать погнали ну а перед тем как мы погнали подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали ставьте лайк выпуску а чтобы вы точно досмотрели выпуск до конца я вас замотивирую и скажу так что этот пляж были классный поэтому давайте дождитесь и в конце выпуска будет полный обзор этого пляжа а сейчас давайте по адлеру пройдемся погнали так ребята мы находимся я считаю в прекрасном месте но назовем это адлера сейчас тоже сириуса как ориентир вот улица тюльпаны туда пошла и цветочная а сюда пошла есть пойти по той улице можно попасть к магниту он буквально в нескольких метрах а мы наше путешествие сегодня начинаем вот под такой улице улица цветочная и будем двигаться как раз к тому пляжу с которого мы начали и посмотрим какая там красотища открою маленький секрет я конечно там уже посмотрел как там и мне пляж конечно мне понравился поэтому давайте досматривать до конца дойдем буквально чуть-чуть терпения осмотримся на этой улице покажу вам кое-какой парк а зайдем туда немножко так сказать одним глазочком и так улица цветочные ребята она начинается вот с такой вот частные застройки здесь можно увидеть еще старые постройки то есть например вот 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 этот дом вот эти вот домики это все старая постройка дальше сейчас я вам покажу дальше это новые постройки они что-то строится что-то прямо вот перед олимпиады да так сказать люди сливки снимали достаточно узкий вот этот проход да еще здесь плюс стоит столб фонарный нос коляска если вы то конечно вы пройдете вам ничего здесь не помешает тротуар пока с одной стороны дальше начнется с двух сторон вот это наверно тоже должен был быть тротуар но это не тротуар так это все мои здесь обильный трафик машин поэтому если с детками за ручку их обязательно держите а кто знал этот район в комментариях пишите друзья что находится за этим забором а буквально через пару минут я вам покажу что там находится но в комментариях конечно оставляйте ваши догадки частный сектор что касается частного сектора конечно здесь можно отдыхать ну на мой взгляд здесь конечно прикольная локация для своего отдыха плюс такой интереснейший пляж но он подойдет не всем чуть позже расскажу почему ну а снять близость к морю здесь развитая инфраструктура дальше начнутся кафе-магазины всякие ресторанчик тоже посмотрите вот это дом вот дом просто ширина такая и соседней тоже такой же ой у гора я с этих конечно застроек в адлере лишь бы что-то построить лишь бы к горит за что-то сдать здесь также ребята в этой части открыто вела вела говорю ну и вела шеринг тоже и самокатный шеринг вот можете увидите кстати как рекомендация это ну не реклама ничего вот вот этот желтый как она правильно читается в уж приложение самый большой в сочи адлере парковкой поэтому ну если берете мака то я конечно рекомендую вот этот брать так и что я говорил вам что же за этим забором а за забором здесь парка южные культуры давайте чуть зайдем одним глазком посмотрим вот так это выглядит если выпуск наберет достаточное количество лайков мы сюда обязательно сходим купим билетики и погуляем вместе с вами конечно ну а пока давайте продолжать а кстати вот кто уже был здесь кто гулял пишите ваше мнение стоит ли это своих денег и стоит ли это прогулка вообще нужно ли но конечно нужно однозначно один раз побывать в любой точке стоит сто процентов так и вот вы уже с вами видите попадая в такие новостройки да это новые застройки по левую руку вот здесь вот это все пока старые строения а здесь уже вот такие вот отели можно снять посуточно вот баннеры всякие висят есть объявления продажи закрытые парковочки да достаточно такое интересное место но вот это вот уже видите тоже начались новые застройки видно да что они достаточно свежие так и вот мы с вами натыкаемся на первую столовую но она и получается при вот таком знаю что это гостевой дом отелем конечно сложно назвать здесь иду также постройки вот очередной очень узкий узкий дом все за забором строится вот ну а справа тоже можно заметить еще старые постройки которые тоже кстати можно взять самое что интересное то что то что скорее всего вот эти аренда вот этих зданий она не будет ничем отличаться от новых поэтому ребята когда вы выбираете себе жилье на лето да учитывайте этот фактор а вообще как рекомендация когда вы думаете так о чем мне снять вот это или вот это и нету фотографий дома нету фотографии и улицы то просто заходите и на яндекс карту тыкайте точку и смотрите в яндекс картах панорама можете прям погулять через яндекс карты по улице да и понять для себя что здесь так вот отельчик вот тут какие-то старые еще застройки есть а мы с вами уже вот плавно переходим в такую такую движевую же обстановку да вы можете сами заметить вот уже есть магазин пятерка достаточно большой у нас появился с правой стороны с вами тротуар по которому уже можно хоть как-то переходить ну а тут и парковка и тротуар все вместе и магазин так находится пятерка прям вот в здании какого-то отельного комплекса всякое пиво тут ну короче да все как обычно полный набор полный набор для того чтобы отдыхать елочка классно молодцы что не убрали сделали специальные такие вот отводы да для пальмы елочек это конечно вот всегда меня очень радует на той стороне всякие палатки часть конечно закрыта потому что здесь не так как например прямо с собой набережной да здесь все равно более так поменьше поменьше туристов как ни крути но тем не менее даме вот еще сразу же попадаем в одно кафе наш лаваш да здесь прям такой тандырчик у них стоит прикольно можно как-нибудь зайти и обязательно перекусить туда улица пошла если в ту сторону пойти можно попасть на мост и попасть уже не на пляж мандарин это вот как вам лайфхак на комплекс мандарин соответственно пляж называется чайка и называется жемчужина сочи мы тоже там снимали поэтому посмотрите обязательный выпуск какая там набережная какой там очередь кайфовый комплекс такс я вот тут прибавил шагу и и мои вообще отстали поэтому чуть подожду их и продолжим мы сейчас зимой в сочи но не об этом 2019 году мы пропутешествовали весь крым снимая отели и гостевые дома на общем недвижимость 2020 году мы пропутешествовали крым путем бомжуя в крыму мы путешествовали с палаткой вообще зашло и вы знаете крым это удивительное место очень интересная но там есть свои вопросы и затыки которые нам приходилось решать в девятнадцатом году и в двадцатом так вот мы написали свой собственный гайд авторский который поможет вам пропутешествовать крым с легкостью с наслаждением вы кайфанете приобрести наш гайд можно очень просто просто написав нам директ почти 100 страниц весь наш опыт около 150 локаций путешествуйте собственно все потерявшие собственные персоны заблудились при выборе мороженого хорошо я понял ладно пошлите артем ребята я с вами решился смотрите перенестись на эту сторону потому что по эту руку у нас забор а вот как раз по левую руку начинаются вот эти все отели хочу просто пройтись без каких-то рекомендациях потому что мы здесь никогда ничего не снимали я не знаю в сервисе как здесь обстоят дела но в целом чтобы вы могли понимать примерно как здесь что выглядит я буду в своем роде такой некой яндекс панорамой чтобы вы могли посмотреть но вот например вот это да ты лечку с виду мне он понравился потому что да вот понятное дело закрытая территория так машина нам портит вид здесь есть на заднем дворе по-моему бассейн даже просматривается и игровая зона я как родитель да для меня это важно это вот какой-то отель дубай называется здесь у них и при них получается такая кафешечка есть вот но чем внутри говорю не подскажу не знаю рекомендовать ничего не буду просто поделюсь своими какими-то впечатлениями вот этот отель до смотрите достаточно сделано интересно с панорамным остеклением но смысл этого панорамного остекления если у вас есть тут снимите с этого вас будет вид на соседи на их не панорамное остекление если на этой стороне у вас будет вид ну вот вот такой шикарный вид вот и с той стороны у вас будет вид вот этим соседям ну вот в адле да и в сочи есть такая история что вы снимаете вот балконы красивые классные стекленные панорама но что это вот здесь значит вот из отеля что мне нравится от этого большая башня да то есть у вас например если верхние этажи вы снимете то будет вид достаточно прикольно особенно если на ту сторону будет вид на море либо туда на парк дандрариум господи южные культуры вот ну а в целом по видам да вы уже можете понять что не очень-то и веселая картина ребята поэтому при съеме да будьте внимательны так у нас тут дорога куда-то уходит непонятно почему я так всегда акцентирую внимание на съеме потому что отпуск он короткий да у кого-то один раз в год у кого-то 2 у кого-то только недель когда и приехать ребята на море дай отдохнуть провести свой отпуск снять вот например да как вот в этом желтом вот балкон и просто вот в этот зеленый пластик будете смотреть это не очень комфортно не очень приятно вообще в целом поэтому повнимательнее чтобы отпуск ваш проходил очень кайфово вот такая вот улица да если мы вот здесь вот будем стоять можем увидеть вид на горы снежные шапочки здесь за улице следят мы сколько идем здесь достаточно чисто вот ну по крайней мере я мусора особого не увидел но есть там какие-то мелочи вот вот бумажечка но в целом все красиво очень аккуратно все покрашено деревья вот вы можете заметить все так хорошо выстрижено ну гулять по этой улице приятно здесь очень атмосферно такая движуха есть столовые ну не уродские здания до назовем их так если можно это сказать приятные новостройки да красиво красивые заборы очень здорово что следят да повторюсь я и вот давайте дальше смотрите с чего начался выпуск непосредственно именно с парковки эта парковка бесплатная да вот наша машина стоит мы здесь также парковались очень аккуратненько и дальше с вами начинаем идти как раз в тот пляж о котором я уже даже знаете не терпится с вами поделиться его показать мы на нем первый раз вы возможно тоже ну классный 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 сейчас перейдем дорогу и продолжим здесь такой очень удобный узкий проход что нужно вот либо нам ждать либо кому-то ждать есть речка говнотечка она имеет такой прекрасный в кавычках цвет но от нее не воняет это уже хорошо и вот мы с вами попадаем ребята на центральный вход этого пляжа артем даме руку пожалуйста здесь дорога побыстрее переходим сразу же со входа что мне бросается в глаза это такая красивая табличка как все правильно читается сочи фоне сочи форния бич вот это вот вывеска такая и серфинг и что здесь есть до бассейн ночной клуб бар кафе серфинг пляж сразу попадаем с вами на такую платную в парковку парковка значит смотрите первый час 150 сутки 150 грузовой транспорт 400 и льготы есть бесплатный там для ветеранов сейчас все вообще закрыто ничего здесь не функционирует но просто можете дать про по визуализировать и понять насколько здесь будет атмосферно летом когда вот эти все палатки откроются парковка будет естественно забита здесь куча такое видите промышленной какой-то зоны видимо а ну настилы вот я вижу лежат до закрытые полиэтиленом чтобы не раз не раздулись до во время дождей которые здесь идут все закрыто но вот это все получается уберется здесь будет большая большая парковка здесь будут все вот эти футкорты работать но пока это вот все в таком состоянии но в целом в целом в любом случае сейчас межсезонье и от этого есть свой кайф что никто не мешает нам прогуливаться дальше здесь есть такая парковка ну мало ли вы там на своем велосипеде либо на самокате можете пристегнуть его дальше здесь есть туалеты и на минуточку ребята они бесплатные можно увидеть лежаки чтобы понимали да здесь все летом расставляется вот это все выносится на пляж обязательно здесь перед сезоном поснимаем как здесь все будет готовиться потому что пока это все в таком находится замороженном состоянии и вот вы можете увидеть ребята этот пляж здесь простите за звук если будет задувать микрофон здесь сейчас сильный ветер вообще читал по отзывам что этот пляж именно для серфинга здесь значит что проходит летом смотрите видимо кафе лимонад так 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 есть бани пройдемся посмотрим так 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 баня значит смотрите 2000 рублей в час об серфинг 1000 рублей час а кстати везде 500 рублей а или 30 минут 500 рублей беседка мангал вот собственно да вот это очень хорошо мусорки все очень аккуратно сделано молодцы следят я не знаю посмотрите какой сделали классный вход высадили пальмы они свежие видите забиты на растяжках пока стоят здесь вырастут будет у а как классно мне вот этот вход очень сильно напоминает в крыму пляж пляж станция мирный артем пожалуйста не дергай за эти веревки это пальмы держат так ну да это все понятно и очень классная штуковина это вот это вот хоть и навалили да за вот этой кучей такого атмосферного бетона надеюсь летом это еще так выгрызть это освежат я очень надеюсь если вы с администрации смотрите блин освежитесь потому что локация прям инстаграм на сюда сел тук-тук за вот этим за бетоном вот этим насыпом находится эмеретинский порт так здесь вот такая вот очень-очень интересная атмосферная табличка были слушать посмотрите-ка это классно выглядит кафе-бар круглый за таким прозрачным навесом он видите все так сделано здесь видимо какой-то батутик детский стоит настил даже сейчас есть темочка ходит кушает мороженое смотрите здесь считается пляж для серфингов почему здесь купаться не очень хорошо потому что смотрите течет река мазым то и посмотреть какое у нее сильное течение опасно купаться потому что течение может выбить человека в море так называемое обратное течение но для серфинга здесь идеальный пляж вот посмотрите как он катает а красавица и волны здесь не бьют в берег а идут вдоль берега это конечно очень и очень круто друзья так ладенько пошлите с вами дальше пройдемся в ту сторону я вам покажу немножечко здесь вот есть вот непосредственно коса да она проходит под водой а дальше все дальше вот такой кусок пляжа где очень хорошо позагорать и ну я не знаю насчет купания ребята если у нас получится мы конечно покупаемся но в целом все здесь что-то устанавливается раз настилы есть вот так вот это синяя забор вот этот круглый это все и миритинский порта гараж огораживается и откуда взялся этот пляж этого пляжа ребята не было я ребята неоднократно рассказывал про и миритинский порт что его построили из-за него олимпийский парк исчезает и достаточно большая часть этого пляжа она уже исчезла посмотрите выпуске все есть а вот этот пляж он как раз из-за этого начал образовываться он очень медленно появляется но мзым то выкидывает сюда вот так вот гальку 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 и он расширяется и удлиняется и возможно когда-то через сколько там много-много лет мы сможем увидеть что вдоль вот этого порта где синий забор идет будет большой широкий пляж я очень сильно надеюсь а сейчас давайте продолжим с вами экскурсию и обзор этого пляжа так вот едет один серфер слушайте он такой возрасте кстати молодец вообще вот так они заходят сюда в море ведь какое течение достаточно сильное вот так прямо переходят и погнали море блин классно вообще очень классно есть конечно обрыв такой возле мы зимты но ничего вот кафе очень тоже за атмосферное здесь проходят дискотеки есть ночной клуб видимо вот этот сверху настил что мне здесь нравится здесь вот этот типа назовем это песок такая мель мелкая мелкая галька установлены качели возможных становится потом все больше и больше вот так установлены лежаки вот эта сцена там сверху еще что-то так псы вам вообще запретили на пляж заходить наверное здесь как-то расставляют еще потом бочки чтобы это вообще смотрелось все очень клёво и вот такие ребятки вида полу виды получается вот собственно тот комплекс мандарин про который я вам говорил вот этот пляж вот через реку да он начинается а вот они беседки 500 рублей в час 2000 рублей в день ну вот в день конечно выгоднее 7 снимать особенно если вы приехали к компании давайте посмотрим как здесь все это выглядит очень чистенько и очень классно нравится мне что это такой лофт стиль все на поле тихах покрашена я думаю что они все обязательно здесь покрасят это прям вообще однозначно видно что за пляжем следят и когда так это безусловно классно и мы с вами вот дошли до бочек бани бочки прекрасный вид вот можно прям видите вот так вот попариться и выбежать в реку когда она конечно чистая так 4000 два часа ну в целом почему бы нет возле моря неплохо и хорошо а вот кстати есть можно проехать там по улице вот мы тут поставили машину вот тут можно вообще прям проехать и вот здесь припарковаться порыбачить так давайте сами пройдем посмотрим ой какой забор вообще красивый кстати посмотрите из бамбука сделал я вот иду на него вообще внимания не обращаю смотрится конечно классно вот ребята вот это такие бетонные ограждения навалены но не проник да сейчас мы просто хотим с вами вид посмотреть пляж получается тут заканчивается и тут конечно же люди вот так вот гадят вот вот так вот тут друзья в принципе я чего можно тогда вот сюда прям заехать и прям тут пожарить шашлык ну вот когда из лайфхаков кто не хочет например в беседке там платить вот можно прям тут ну что ребята в комментариях пожалуйста пишите как вам пляж а если кто-то из вас отдыхал то конечно напишите как вам этот пляж летом может быть кто-то в баньках парился напишет и свое мнение как в баньках так у нас остался последний кусочек подняться вот сюда по лесенке наверх и посмотреть что там у нас и может быть там откроется какой-то ну слушайте это просто вишенка какая-то на торте потому что это просто круто сотрите писали здесь какие пенные тусовки происходят играть музыка бар тут короче такая движуха там туда-сюда слушайте я конечно я вообще в полном восторге от этого пляжа ребята слышите но довольно таки интересно да вот парковка здесь вот это все то что расставится до смотрится это клево вот вы полежали отдохнули вот такие теневые зоны будут ох классно и вот он еще один выход на пляж вот так вот выходите вот она сцена бар лежачки и существенно вообще великолепно это прям лучше сто процентов что я видел а вот так ребята выглядит бар тут ну конечно здесь все откроется будет все расставлено красиво прекрасный вид ты динс вышел покупался там где-то шашлычок блять вообще слушать у меня нет слов мне очень нравится прям я прям вообще если мы здесь будем там не знаю задержимся там в июне в мае обязательно сюда приедем вот прям сто процентов буду буду вам показывать по мере как сейчас клетку будет кайфовенько становиться ребята на этой прекраснейшей ноте я готов завершить выпуск с рекомендацией конечно же этого пляжа посмотрим посмотрим говорю еще раз как здесь будет перед открытием делайте репост данного выпуска если вы не знали про этот пляж про это такой кусок интереснейший обязательно приезжайте пишите комментарии как вам обзор и поддерживайте канал лайками и подпиской делитесь выпуском я всех обнял пока увидимся завтра а